Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас будут такие вот, скажем, часики от Huawei, а именно Huawei Watch Fit. Вот они, собственно, у меня на руке, я сейчас их в данный момент тестирую. В реальности они выглядят гораздо меньше, чем на картинке, и это даже, скажу я вам, небольшой плюс в их сторону. Я ожидал, что устройство будет гораздо больше, чем оно есть на самом деле. Это, с моей точки зрения, даже плюс. Получается, что Huawei изобрела новое устройство на рынке носимой электроники, поскольку они по форм-фактору ближе к смарт-часам, но при этом являются фитнес-трекером, таким как BN6, к примеру, но на максималках, поскольку в Watch Fit есть некоторые фишки, которых нет в смарт-браслетах. И да, чтобы долго не затягивать, начнем, пожалуй, с вами с распаковки. Приступим. Так, вот, собственно, наша коробочка от Huawei Watch Fit. Достаточно большая, надеюсь, там еще две пары часов, поскольку коробка действительно большая. Так, тут у нас характеристики. Разные анимированные тренировки. 12 штук сзади было написано. Да, диагональ экрана 1,64. Амолед дисплей с функцией Always On. Так, распакуем, собственно, нашу коробочку и посмотрим нашу комплектацию, соответственно. Тут такие вот стрелочки обозначены. И вот так вот это все выглядит. Ну, скажу я вам, внутри они встречают как будто Apple. Действительно, презентабельно все это упаковано, но чуется мне, что тут упаковка ради упаковки. Тут такая вот стрелочка, усик. Потяни меня. Ага, ясно. Внутри у нас еще какие-то две коробочки. Судя по всему, зарядный провод и документация. Конечно, сильно расточительно все это сделано. Маленький кабель, как у Band 6. Да, тут у нас пустота, воздух. Платим мы, соответственно, частично за воздух. Но обычно пон дороже денег. Тут у нас... Так, вот, собственно, наши часики. Или, скажем так, я бы назвал бы их даже не смарт-часами, а фитнес-трекер на максималках. Поскольку по форм-фактору это смарт-часы с функцией фитнес-трекера на максималках. Так он, собственно, выглядит. Такой удлиненный и изогнутый. То есть, в варианте Band 6 тоже так было. У нас такая подушечка. Уберем ее в сторону. Так вот они выглядят сблизи. Вот такая пленочка сверху. Кнопка с правой стороны. Держу я их немножечко по-другому. Да, вот так они выглядят сблизи. Собственно, кнопка с правой стороны. Пленочка наклеена. Тут у нас датчик, похожий на микрофон. Но, скорее всего, этот датчик освещения. Включим. Отображается Huawei. К сожалению, девайса у меня нет с собой, чтобы подключить их и показать. Выберем с вами, собственно, язык. Русский. Да. И показывает, что нужно сопряжение с устройством. Устройства у меня в данный момент нет. И, да. Буду тестировать. И, собственно, вернемся уже спустя время после эксплуатации этого девайса. Да, как вы понимаете, с распаковки пришло уже кое-какое время. И я уже вдоволь напользовался этим устройством. И мне, к сожалению, пришлось его отправить обратно. Поскольку устройство мне действительно понравилось. И, да. Я его... И, да. В момент работы с этим устройством и написания обзора на это устройство, я также его сравнивал с Huawei Band 6. Кстати, обзор уже был у меня, скорее всего, на моем канале. Если что, хочет где-нибудь аннотаться. Или заскакивай в описании. Если тебе, конечно, интересно. В следующем видео я выпущу сравнение этих двух устройств. И, да. Перейдем, собственно, к самому Watch Fit. Я расскажу про технические характеристики и мои, собственно, впечатления. Начну, пожалуй, сразу с них. Да, сразу скажу, что в реальности они выглядят иначе, чем на картинке. Я ожидал изначально, что устройства будет гораздо больше. Как минимум, как простые носимые часы. Они оказались не такими уж и громоздкими и даже тоньше, чем Huawei Band 6. Что меня изрядно удивило. И это, с моей точки зрения, даже плюс. Да, по дизайну, на первый взгляд, они могут напомнить вам по квадратной форме. Уже всем давно известное квадратное устройство от яблочников. Я имею в виду Apple Watch. Но ничего общего с ними нет. Даже по дизайну они отличаются. Они не квадратные, как Apple Watch, а прямоугольные. И они вот такие вот, как бы, оболакивают вашу кисть. Тем самым не выпирают. И это еще один плюс, с моей точки зрения. Почему я говорю, что с Apple Watch у них нет ничего общего? Поскольку Apple Watch это смарт-часы. А Watch Fit это больше какое-то гибридное устройство, которое только что, скажем так, придумали Huawei. И внедрили на рынок, которое что-то между фитнес-трекером и смарт-часами. Но я бы так назвал, что это большой фитнес-трекер на максималках. И я для этого не зря взял на обзор не только Watch Fit, но и Huawei Band 6. Поскольку Band 6 вышел чуть позже. Фитнес-трекер с большим экраном. Который чуть меньше получается, чем у Watch Fit. Но функционал там обрезан. И да, у меня в следующем ролике будет об этом что рассказать. Чтобы не пропустить, не забудь подписаться и поставить колокольчик. Ну а мы продолжим. Я ходил с Huawei Watch Fit чуть меньше месяца. И скажу я вам, что за свой ценник это действительно привлекательное устройство. Поскольку спустя время оно еще и подешевело. И кстати в некоторых магазинах можно урвать этот девайс еще и на акцию. Да, как я уже ранее говорил, что внешний вид этого устройства напоминает яблочное устройство. И нет, это не копия. Поскольку так же, как я ранее уже говорил, что корпус немножечко вытянут и изогнут еще при этом. Да, в этом устройстве нет алюминия. Все делается из высококачественного пластика. Этот пластик отличается от Huawei Band 6. Выглядит немножечко пластик под металл на серой версии. И есть также металлическая версия. Это Watch Fit Elegant. У нее окантовка делается из металла. И крепеж у них тоже будет из металла. Да, у меня вариант графитовый черный. Есть также другие варианты цветов. Такие как, например, розовая сакура. Или на человеческом языке розовые. Мятно-зеленый. Ну или просто зеленые. И также есть белый вариант, если вы берете вариант Elegant. И есть также чисто черный, если вы берете черный Elegant. Их два варианта. Есть черный и белый соответственно. Да, ремешок очень приятный на ощупь, с моей точки зрения. У меня было с чем сравнить. У меня был Band 6. И ремешки у них отличаются. У Watch Fit он такой достаточно качественный. То есть мягкий такой. А у Band 6 он такой более дубоватый. То есть простой силикон. А тут какой-то вот он нежный, я бы сказал. Чувствуется разница в качестве. Хоть изначально они вроде и похожи. Два девайса друг на друга. Но при детальном сравнении оказалось, что это не так. И Band 6 мне совершенно не подходит. В отличие от Watch Fit. И да, если вы приобретаете женскую версию. Такую как розовую или Elegant белую. То ремешок будет короче. Ну поскольку, чтобы лишняя не болталась. Если вы одеваете на женскую руку, она соответственно меньше. Внутренняя часть Watch Fit представляет собой черную пластиковую поверхность. Во всех случаях. С двумя датчиками и двумя контактами для зарядки. На правой части устройства присутствует физическая кнопка. Чуть выше расположилось отверстие под микрофон. Казалось мне, но я не уверен, поскольку в Watch Fit есть датчик освещения. Я предполагаю, что многие говорят, что это микрофон. Но он бесполезен, поскольку нет голосового ввода. Но есть автоматическая яркость. И скорее всего это датчик не микрофон, а именно датчик освещения. Эти часы защищены от воды и пыли. И также выдерживают 5 атмосфер под водой, что позволит вам комфортно плавать в бассейне. Но, конечно же, не рекомендую в очередной раз использовать такие девайсы в море. Поскольку соль может окислиться и ваше устройство может прийти со временем в негодность. Негодное устройство. Поговорим про дисплей. Диагональ экрана составляет 1,64 дюйма. С разрешением экрана 456 на 280 пикселей. Что достаточно качественно для такого маленького экранчика. Из-за такого разрешения у этого девайса достаточно большая плотность пикселей. И она составляет 326 ppi. То есть рассмотреть отдельные пиксели будет очень трудно. Практически невозможно. И если, конечно же, вы вооружитесь лупой, возможно, вам это удастся. Но, с моей точки зрения, это глупая затея. Так как это амолед экран, сомневаться в насыщенности цветов, я думаю, не стоит. Здесь преобладает глубокий черный цвет, а также достойная контрастность. Яркость экрана, которая составляет 600 нит, что позволит вам на ярком солнце читать без проблем информацию с этого девайса. Тут всего 5 делений настройки яркости, так же как и у Huawei Band 6. Но преимущество того, что у этого девайса есть, помимо всего, что я ранее не говорил, Always-On Display, а также автояркость, что делает бесполезным вручную выставлять яркость. Да, взглянем на это устройство поближе и обсудим его функционал. Приступим. Вот, собственно, наше устройство WatchFit. Да, очень качественный экран, скажу я вам, в отличие от BANDA. PPI у него очень высокий. Так, перейдем, нажмем на кнопку, перейдем в наши настройки, наши функции. Начнем, пожалуй, с тренировочек. Наши тренировочки. Так, у нас тут курсы разные есть, да, можете выбрать курсы, он вам будет выдавать всякие тренировочки. И они также будут анимированные тренировки. Так, назад. Бег на улице. Тренировки. Ходьба по улице. То есть достаточно тренировок. До 96 тренировок. Не все из них анимированные, да. Так, есть GPS-модуль, как видите, да, если вы ездите на велосипеде, это очень хорошая штука. То есть пульс уже отображает через палец, да, вот таким вот образом. Музычка. Вот так вот. Это все во время тренировки, да, то есть вы можете управлять музыкой во время тренировки, не выходя. Добавить тренировку. Собственно, это виджеты наши. Можете добавить различные тренировки. До 96 штук, как я ранее уже говорил. Конечно, это баловство, все, перейдем в записи. Записи у нас тут нет. Тренировки, это баловство. Статус тренировки, кстати, тоже может отображаться после управления музыкой. Погода, это, собственно, предустановлено с избранного, что у нас будет там стоять. По свайпу влево или вправо. Тут у нас будильники. Это уже установлены. И можете также выставить будильник самим. Это киллер фича, я бы сказал, поскольку, да, допустим, в бендах. Ну, кроме Huawei Band. Это все нужно делать через девайс. А тут это все можно делать прямиком через этот мега-фитнес-трекер, я бы сказал. Так, режим, так, неугасающего экрана. Я его так называю. Режим не беспокоить. В этот момент не будет никакой реакции на поворот руки. И такой режим очень хороший, если у вас не стоит никакого режима через смартфон на погашение в темное время суток. Можете отключить, не беспокоить и как бы радоваться. Циферблаты. Есть также Always On. Это его дисплей. Always On дисплей. Тоже еще одна киллер фича в сравнении от фитнес-трекеров. Так, в фитнес-трекерах обычно, как правило, такого нет. Можно выставить Always On. Он, например, не будет реагировать на поворот руки. Ну, собственно, неудивительно. Даже и к лучшему. Но он будет реагировать на кнопку. Поскольку по тапу, в принципе, часы не работают. Да. Есть такая анимированная анимашка. Скажем так. И под нее есть Always On. Настройки. Настройки экрана. Экран, я сказал. Настройки экрана. И есть яркость и киллер фича автояркость. То, чего нет обычно в бендах. И вот эта дырочка, она, собственно, отвечает за автояркость. Как я предполагаю. Поскольку через экран вряд ли это все работает. Хотя, напиши в комментариях, если я ошибаюсь. Да, собственно, вот такое вот устройство. Мне оно очень понравилось. И в будущем, скорее всего, у меня есть два варианта. Поскольку у меня в планах лично самому приобрести какое-нибудь устройство от Huawei. Я, конечно же, имею в виду носимое устройство. Потому что у меня уже куча всего от Huawei. И осталось только приобрести носимый гаджет. Избавиться от моих старых Mi Band. И приобрести какое-нибудь носимое устройство. Кроме фитнес-трекера. Поскольку фитнес-трекер мне больше всего подходит от Xiaomi все-таки. Но носимый гаджет я бы хотел бы от Huawei. И, возможно, это будет именно это устройство. Но есть такая вероятность, что я себе приобрету Huawei GT 2 Pro. Из-за благородных материалов на борту. Ну или в крайнем случае WatchFit Elegant. Или же просто WatchFit. Поскольку это достаточно годное устройство. И его функционал вам будет просто за глаза. Взять, к примеру, те же анимированные тренировки. Что, в принципе, мало где есть. Все, что я хотел про это устройство сказать, я уже сказал. Если я что-то не упомянул, напиши, как всегда, в комментариях. Ну и раз ты туда полез, не забудь подписаться и поставить лайк. Ну а с тобой был Дядя Бен. Желаю тебе всего хорошего и до свидания.